И всем привет, ребят! Вот и наша новая часть по Метро Рояль. Сегодня я решил сыграть с DBS и AVM. Посмотрим, как с ними играется, стоит ли их брать и что с этого получится. А всем, кто смотрит, приятного просмотра, приятного аппетита. Всем, кто кушает. Ну а мы начинаем. Погнали! А если хотите чувствовать себя так же, как этот поросенок, переходите по ссылке в описании в наш магазин Метро. Ну а респ у нас попался очень прикольный. Сразу же можно бежать в радиацию. И первое, что вы должны знать, когда вам попался этот респ, тут сверху очень часто парнишка появляется и он вас может забрать. Поэтому не советую постоянно ходить в радиацию. Иногда лучше пойти на школу, там завалить босика, уже какой-то лут поднять, а потом уже двигаться на парней. Ну, вроде у нас все чисто. Противника нет. Значит, можно спускаться уже вниз. Конечно, там тоже на перемычке может быть тип. Довольно часто там сидит. В вагончике. Сейчас нужно будет прочекать все. Тогда можно будет идти дальше в Радку. Кстати, в последнее время заметил, под конец сезона в радиацию начали бегать примерно 4-5 минимум противников. И я, недолго думая, разработал свою схему, как спокойно выходить и заходить в радиацию, не умирая. Не трогайте здесь вагонетку. Подходите ближе к повороту здесь вот в метро. Прячетесь, садитесь и просто выжидаете противника. И жертва не заставит вас заждать долго. Ну вот и спустя минуту невооруженным взглядом видно жертву. Она все ближе и ближе подходит к нам. И все, что нам остается, прицелиться и выстрелить. Ну все, отъехал в лобби. Первый килл уже имеется на счету. Остается просто дождаться, возможно, еще одного противника. Или сразу же идти уже в радиацию, в принципе, можно. Уже на одного противника в Радке будет меньше. В принципе, схема рабочая. В принципе, можно было посидеть еще немножко, но не очень люблю такой стиль игры. У нас имеется противник на главке. Слышно выстрелы. И насколько я услышал, противник у нас тоже орудует АВМ. Можно будет с ним, я думаю, постреляться, повыпикивать. Посмотреть, кто из нас покруче. Отсюда причекаем сейчас всю крышу, чтобы убедиться, что там нет крыс. Так, ну вроде все чисто, но нам нужно вернуться назад, потому что пластины нет. В скором времени шкала станет красной. Нужно поновить ее, вернуться назад, в безопасную зону. Так, возвращаемся назад. Сейчас постараемся быстренько забрать типочка в радиации. Желательно бы снять с него броник со свинцовкой. Потому что она нам просто по зарез нужно. Так, ну все, залетаем на крышу. Так, слышно, что парнишка у нас прям снизу под нами. Сейчас запушим его без проблем. Бросил нам молик. Шмок, шмок. Готов. Ну все, остается просто выбежать назад, в безопасную зону, потом вернуться, залутать парнишку. И можно будет долутывать радиацию. Посмотрим, что там. Степочка выпала. Может быть даже пластина будет. Так, ну вот. Все, пластина имеется. Теперь можно спокойно долутывать радиацию. Думаю, нам уже никто не помешает. Неплохо его так рассыпало. А вот еще один парнишка к нам подъехал. Сейчас нужно будет аккуратненько его забрать. Лута у нас уже, в принципе, много. Не хочется терять его. Поэтому будем играть аккуратно. Так, ну а вот наш парнишка. Видно его уже. Пытается нас запушить, не зная, что у нас есть DBC. Забрал. И это была его фатальная ошибка. Парнишка поспешил. Так, ну все, будем аккуратно долутывать. Уже у нас имеется 4 жетона. Думаю, максимум 1-2 противника еще подойдет. Это уже не страшно. Так что сейчас пробежимся во всем ящикам, которые здесь имеются. Быстренько залутаем. И я думаю, можно будет на выход идти. Берите себе на заметку. Через это окошко можно прыгать вниз. Довольно полезная штука. Можно экономить время. И быстро запушить противников. Ну а пока что сыпеть как-то плоховато. Не очень. Вообще, в начале сезона куда лучше сыпало с радиацией на пятой карте. Поэтому, да. Не знаю, как будет в следующем сезоне. Я думаю, сразу же в начале буду ходить в радиацию. Фармиться. Дальше посмотрим. Не, ну лучше совсем какой-то не ахти. Настолько плохо еще не сыпало ни разу мне. Ни одного слипка. Ничего такого интересного. Так, ну хоть чертежик уже имеется. Блин, и еще фиолка. Сейчас быстренько будем передвигаться дальше. Так, письмо залутал. Наверное, парнишка. Думаю, он в сейф успел закинуть перед тем, как мы его убили. Кстати, довольно легко убираются эти собаки с ДБС. В принципе, классная очень пушка. Всем советую. Обычно хватает два выстрела. Максим 3. И собака готова. Ну, наконец-то, хотя бы один слиток выпал. Я уже даже не рассчитываю на груду. Так, а у нас тем временем еще один парнишка записался, так сказать, в список смертников. Он еще не знает, что его ждет, так сказать. Поэтому придется его сейчас убрать аккуратней. Так, сейчас разберемся сначала с псинами. А потом и парнишку можно будет забрать. Парнишка, наверное, рассчитывает на все готовое прийти, но не тут-то было. Готов. Ну вот. Совершенно без каких-либо проблем забрали парнишку. В принципе, у него не было шансов. ABC слишком сильная пушка. Мне кажется, ее нужно понерфить. На разрывных патронах она убивает просто всех. Вблизи не может ставить конкуренцию ни одна пушка. Даже МК. Так, ну все, забустаемся. Можно посмотреть, что выпало с противника. Думаю, уже точно никто не придет сюда. Офигеть. Ну что-что. А еще одного противника я здесь точно не ожидал увидеть. А ведь парнишка почти нас забрал. В принципе, стратегия в крысу работает. Все броники, в принципе, очень залито. Могут появиться трудности в связи с сломанными брониками. Так, ну и сейчас будет лучшее решение поменять уже DBC, потому что патрон не осталось. Поставим цеплочок на МКшку, я думаю. Там еще одна МК у другого парнишки. Думаю, нет смысла спешить убирать противника. Он сам к нам придет. И сильный охотник не идет за добычей. Добыча идет к охотнику. Скажем так. Так, ну а вот и еще одна МКшка с теплочком. Забираем две штуки. Так, ну лут, в принципе, уже очень хороший. Не знаю, конечно, как это все уместить. Не влазит немножко лут. Пластины по-любому придется тут оставить. И кого мы здесь видим? Готов. Нет, ну у этого парнишки точно не было шансов. С него даже нечего взять. Какой-то он был не до шестерка. Ну все, теперь быстренько долутываем. И на выход. Вот бы хотя бы немножко еще пару красных штук получить. И уже будет неплохо. Ну вот. Еще один слиток. Так, придется на себя одеть уже сталик, я думаю. Ну розовые штуки, я думаю, можно уже не брать. Еще две красных. Нормально. Под конец так игры сыпит. Потом на обратной дороге можно будет утонуть еще красные штуки. Так, ну вот здесь три розовых. О, ракетница. Это уже нас радует. Ну все, теперь можно никуда не спешить. Кстати, на пятой карте желательно ракетницу запускать на открытой местности. Потому что если вы будете вызывать где-то с краю ее, она может просто не прилететь. Берите на заметку, ребят. Ну все. Нормально. Уже стоимость свыше трех миллионов. Еще остается как минимум один сундук. Может даже больше. Так. Я думаю, самое время уже вызывать ракетницу. Так, ну в принципе пойдет. Ну и еще здесь все осмотрим. Быстренько. Ой, я вспомнил, что здесь еще не успел. Да, отлично. Я так понимаю, это еще плюс два сундука. Ну все, еще чертежик один. Патроны можно уже выбрасывать. Сейчас главное не умереть от собак. И вовремя вызвать ракетницу. Так, ну как-то не айс. Последний сундук. Ну в принципе пойдет. Так, ну все, вызываем ракетницу. Где-то примерно тут. Я уже не раз вызывал. И всегда она прилетает. Так. Ну все, еще раз осмотрим. Быстренько подлутаем, что еще вместится. И можно на выход идти. Себе и не спеша. В принципе мы успеваем. Можно никуда не суетиться. Полно, конечно, всего тут остается. Можно забустаться, я думаю. Все равно время есть. На всякий случай. Так, ну все. Полно пластин. Патрон. Фиолоки розовых штук. Я вам так скажу. Забустаться лишний раз никогда не будет. Вам в ущерб. Поэтому вязайте бустики. И играйте на максимум, ребятки. Наслаждайтесь процессом игры. Делайте то, что хотите. Хотите посидеть где-то, покрысить? Крысите. Хотите кого-то запушить? Запушьте. Делайте то, что нравится вам. Хотите украсть лут у тиммейтов? Ну, кто мешает? Сделайте это. Если что, насчет последнего я пошутил. Ну, все. Вертушка подлетела за нами. А это может означать только одно. Но, к сожалению, и на этом приятном моменте наш выпуск заканчивается. Входит к концу. Огромное спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Ребят, не забывайте про подписку, лайки и комментарии. Вы меня этим очень сильно поддерживаете. И помогаете продвижению видео. Также благодаря этому видео будут выходить чаще. Увидимся в новых сериях. Всем спасибо и пока.